Казанский федеральный на правах образовательно-научной организации выступил с инициативой рассмотреть основы обращения с отходами. Данная проблема стала одной из самых обсуждаемых в средствах массовой информации. Чтобы узнать своего врага в лицо, представители Института экологии Казанского университета организовали пресс-тур, на котором журналисты детально изучили работу двух полигонов на территории поселка Самосырово. Первой точкой ознакомительной поездки стал полигон Восточный. Весь комплекс рассчитан на 15 лет. Непосредственно в первую очередь то, что у себя построено. Построено только в первую очередь. Она рассчитана на 2 года и 4 месяца примерно. Видимо, экологи уже не раз покушались на это место. В общей сложности здесь покоится несколько гектаров мусора. Но как бы невозможно предотвратить, да? Вот видите, да? Вот чем опасен полигон? Все по большому счету летит. Не случайно колючая проволока, да? Вот, посмотрите, там на ней застряло что-то, еще что-то такое. Во-первых, все летит. Во-вторых, большая проблема птицы, которые могут являться разносчиками инфекции и так далее. Вокруг темы обязательной переработки и утилизации отходов возникло множество споров и дискуссий. Решение возникшей экологической проблемы некоторые видят в построении мусоросжигательного завода вблизи города. У данного предложения есть как свои сторонники, так и противники. Некоторые вовсе считают, что территорию полигона стоит очищать куда более оперативнее. Мне немного, только вопрос по-прежнему остается открытым. Современные подходы в обращении с отходами были рассмотрены на круглом столе, который состоялся сразу же после пресс-тура. Здесь специалисты обсудили с журналистами вопросы общей стратегии обращения с отходами. Вопросы обсуждения коснулись утилизации жидких и твердых отходов полигонов, анализа функционирования заводов, термической утилизации отходов и многое другое. Ну а пока наличие казанских полигонов по-прежнему остается крайне необходимым. Ежедневно с улиц и дворов города вывозится 8 тысяч кубометров мусора, а это приблизительно 65 железнодорожных вагонов или 109 железнодорожных цистерн. Здесь важно понимать, что территория и ресурсы полигонов крайне ограничены. Только вот отходов меньше не становится. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.